Шнитке один из самых плодовитых кинокомпозиторов. Трудно сказать, пришел ли он в кино вынужденно, как многие другие, так сказать, композиторы серьезной музыки, или изначально по любви, но Шнитке создал совершенно новый какой-то тип киномузыки, очень интеллектуальный, очень содержательный, не иллюстративный, а музыки, которая вскрывает какую-то глубинную сущность того или иного фильма. Что особенно парадоксально, киномузыка оказала большое воздействие на Шнитке, как композитора, так сказать, классических, серьезных жанров, инструментальных или смешных, вокальных, разных. Эта особенность, может быть, является одной из главных отличительных черт этого композитора. И вот я искал композитора для стеклянной гармоники и не мог остановиться на ком-либо. И вдруг я включаю радио и слышу просто полторы минуты музыки к моему фильму. Это был второй скрипичный концерт Арфреда Шнитке. И таким образом я уже засек это имя, о котором я слыхал очень много. Мы этот фильм сочиняли на ходу. Вот, скажем, мы не могли долго найти персонаж, мальчик фигурирует в нашем фильме. И, в конце концов, я, листая альбом живописи «Возрождение», увидел портрет, он называется «Мальчик в красной шапке». В красной шапочке. Художник Пентурики. И Арфред Горич никак не мог придумать тему вот этой волшебной музыки. И, в конце концов, он пришел в каком-то озарении и сказал, я нашел эту тему, в которой великий Бах зашифровал свои инициалы. Награмм «Б-А-Ц-Ц-Х». Они часто очень используются самим Бахом. И они использовались потом многими компаниями. Это стало как бы эмблемой высокого искусства. Бахом «Б-А-Ц-Х». Бахом «Б-А-Ц-Х».